В одном небольшом городке жизнь всегда следовала одному ритму – ритму танца. Люди здесь никогда не унывали и всегда друг друга поддерживали. Им не составляло труда найти повод собраться где-нибудь в тесном кругу друзей. Без труда заводили новые знакомства, влюблялись, строили отношения, ссорились – все, кроме одного. Это история одного художника, с которым однажды произошло кое-что необычное, нечто, что всегда изменило его жизнь. Эмили, ты не так поняла? Ой, чего это она? Неужели я все испортила? Какая я нехорошая. Да, умеешь эффектно появиться, заметил. Ммм, Дэниел, ты решил сделать для меня сюрприз и вернул облик, который я тебе подарила? Я сделал это не ради тебя. Ради кого же? Этой, что ли? Как ее, Эмили? Я вижу, она рада, да. Вон аж пятки от радости сверкают, смотри. Вообще-то, да, ради нее я заключил с собой сделку. Да неужели? Что здесь происходит? Где Эмили? Пупсик, не познакомишь меня со своими друзьями? Пупсик? Брайан, Ханна, хочу представить вам мою подругу. Ой, да не скромничай ты. Брайан, буду очень рад с вами познакомиться. Ванесса, очень приятно. А тебя как зовут, блондиночка? Ну, ты чего, язык поглотила, что ли? Я должна срочно вас покинуть. Эмили! Эмили, подожди! Как это мило. Смотри, не споткнись. Это, случайно, не та самая, Ванесса? Чего это вы там шепчетесь? Постой, неужели он в курсе? Частично. Вот можешь дальше сама ему все рассказать. А мне нужно извиниться перед Эмили. Ну вот что за манеры? Он всегда так от девушек убегает? Да странно, в последнее время. Так ты та самая Ванесса? Та самая? Которая, якобы, сделала моего друга счастливым. Как же это красиво сказано. Но нет. Я всего лишь выполнила его желание. Погоди-ка. А к чему это скептическое якобы? А, понятно. Ты тоже будешь меня втирать про маги? Следил бы ты за языком. Ладно, джинь. На самом деле, такими темпами я скоро привыкну к подобной реакции. Да просто звучит это все как-нибудь лица. Госпожа, помогите мне. Суна что-то не так. Ну, как видишь, на деле это выглядит еще веселее. Что это за существо? Не пугайся. Это всего лишь мой слабо. Что злотилось, дядюк мой? Госпожа, я разлагаюсь. Помогите мне. Помочь разложиться? Фу. Мерзкое зрелище, наверное. Брайан, как ты смотришь на то, чтобы поговорить в более уютной атмосфере? Без этого недоразумения. А что звучит заманчиво? Ты правда так считаешь? Госпожа, я не знаю, сколько мне осталось в этом теле. Да заткнись ты. Не видишь, я разговариваю. О каком теле он говорит? Ой, да не слушай ты его. Он не в себе. Так, как насчет моего предложения? Да тут только идиот откажется. Ай, идиоты, поверь, встречаются. Госпожа! Нет, ну я не могу работать в таких условиях. Увидимся ночью, Брайан. Ну я тебя сейчас. Да, до скорой встречи. Вот это глюки, блин. Эмили? Как ты, дорогая? Хуже не бывает. Ну тише, мы что-нибудь придумаем. Я сломлена и унижена. Что тут еще придумаешь? Как она могла так поступить? Бесцеремонно подойти поцеловать парня на улице? Да, это же так на нее не похоже. Бесцеремонно? А что, она еще и церемонии устраивала? Ханна! Что? Просто хочу лучше вникнуть в ситуацию. А что тут вникать? Она в открытую заявила о себе. И дала понять, что Дэниела она просто так не отдаст. А сколько еще ты можешь оставаться человеком? Тех сил, что у меня остались, хватит еще на несколько часов. Я бы успела ему все рассказать. Но он бы меня не понял. Так ведь еще не поздно. Есть же еще время. Ханна, не будь наивной. Ты тоже видела этот поцелуй. Даже если бы он понимал меня, я ему уже не нужна. Что если бы Аниса заставила его? Заставила себя поцеловать? Не смеши. Ну, это было бы, пожалуй, последним возможным оправданием. Спасибо за поддержку, Ханна. Да о чем речь, Эмили? Мы же подруги. Тут не поспоришь. Могу я попросить тебя как подругу об одолжении? Конечно, что угодно. Можешь оставить меня одну? Но ведь Новый год же скоро. Я не могу с тобой так поступить. Ханна, я очень тебя прошу. Прости. Ну и чего ты приперся? Я должен поговорить с Эмили. А с Ванессой ты договорил? Я не смог противостоять ее чару. Это не то, что вы подумали, да? Я понимаю, как это звучит. Эмили даже меня попросила уйти. Настолько ей плохо. Тебя она даже на порог не пустит. Как ты не поймешь? Мне нужно ей все объяснить. Ты думаешь, она станет тебя слушать? Я должен хотя бы попытаться. Сделай как знаешь. Но она же не поймет меня в этом обличье. Белая ведьма предупреждала меня. Почему я ее не послушал? Мне нужно что-нибудь придумать. Да-да, иду. Наступающим. Ты нормальный? Со всеми так здороваешься? Ну блин, праздник же. Кофту мне намочил. Ну так снимай, посушим. Спасибо. Сама как-нибудь разберусь. А где тебе нужно переодеться? Что, прямо так сразу? Зачем время терять? Или ты думаешь, что мне комфортно в мокрой одежде? Люблю девушек, которые сразу переходят к делу. То есть, можно прямо здесь? В каком смысле? Усаживайся поудобнее. Где это мы? Что за фокусы? Да я переоделась просто. Че покарать? Постой. Очень похоже на сон, о котором рассказывал Дэниел. Так. Молодец. Соображает. Я готов заключить сделку. Умничка какая. Вот если бы со всеми было бы так просто. Чего же ты хочешь? Я хочу такие духи, от которых ни одна девушка не устоит и... Ого, я тебя поняла. Пожалуй, одно из самых мощных желаний. Давненько меня в таком не просили. Теперь я могу говорить? Да, я вернула его на землю. Что ты вытворил в городе? Чуть все мне не испортил. Это я испортил? Госпожа! Какие-то претензии? Простите мне мою дерзость, но... Я внимательно тебя слушаю. На самом деле есть один момент, который мы с вами не оговорили. Например? Я же просил вас дать возможность погулять по городу. У меня с памятью пока все еще нормально. У вас великолепная память, госпожа, но я не об этом. Давай говори уже. Я у всех на глазах начал разлагаться. Да брось ты, не преувеличивай. Я серьезно. Я вам когда-нибудь врал? Ой, ну что ты? Нет, конечно. Это тело меня чуть не погубило. Оно чисто физически не смогло бы тебя погубить. За что вы так со мной? Зачем вы меня поместили в тело мертвеца? Слушай, ты просил тело? Не было тебе тело. Ну, подумаешь, немного просроченным оказалось. Немного? Да я в нем только несколько шагов успел сделать, как оно по швам расходиться начало. Ой, да ладно тебе, не дуйся. Легко вам говорить. Ну что это ты намекаешь? А что, если нам сокричить сделку? Я перестану дуться, а вы? Ну как губу закатил обратно. Вот если бы у меня была человеческая губа? Пошел вон отсюда! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ты как раз вовремя. Я ненадолго. Шутишь? Нормальные люди Новый год скоро встретят. То есть теперь я в твоих глазах нормальный? Ты прежде всего мой друг. А потому давай, натяни на себя улыбку и пойдем знакомиться. Дамы, хочу представить вам своего лучшего друга. Знакомьтесь, это Дэниел. Привет, Дэниел. Приятно познакомиться. Брайан, я серьезно. Ничего не хочу слышать. Рэйчел, скорее наполняем бокалы, выпьем за уходящий год. Дэниел, неси бокал. Для меня в этом году все потеряно. Какой смысл мне за него пить? Да все наладится, расслабься. Эмили не простит мне этого. Бро, не хочу показаться сволочью, но мне кажется, что на сегодня ты сможешь найти себе девушку. А как говорится, как Новый год встретишь, так его и... Мне не нужна другая девушка, Брайан. Мне нужна Эмили. Я думаю, если корректно попросить, любая из этих девушек согласится быть для тебя Эмили. Очень смешно. Что? Я всего лишь предложил рациональный вариант. Он мне не подходит. Извини, но мне здесь не место. Рэйчел, милый, так что там насчет приватного танца? Для тебя что угодно. Оу, с юзом. Госпожа, с вами все хорошо. Ой, вот ты милость, немного. Такое закрепление сложно. Много сил требует. Я прилягу ненадолго. Но Новый год вот-вот наступит. Вы ведь проспите. Ой, разбудишь. Надеюсь, госпожа не заметит пропажи. Только бы успеть. Да что ж я за рукожоп-то такой. Олень сказочный? Серьезно? Я даже сам себе не в силах наколдовать нормальное тело. Себастьян? Это в самом деле ты? Эмили, я пришел вас предупредить. Ты олень? Если только в телесном смысле, мисс. Что случилось? Госпожа что-то задумала. Мне страшно. Что может быть страшнее того, что она превратила тебя в оленя? Это не совсем ее рук дело. Но это сейчас не важно. Вы и Дэниел в опасности. Я заметила. Дэниел не смог спротивляться ее чарам, когда она его поцеловала. Это лишь счастье, ее план. Ну же, рассказывай скорее, что она задумала? Госпожа заключила еще одну сделку. Что? С кем? О нет, только не сейчас. Она заметила, что меня нет. Себастьян! Себастьян! С Новым годом! С новым счастьем, госпожа! Счастье ты мое! Какого черта меня разбудили куранты? Где ты был? Я ваша палочка, госпожа. Да, она лежала на полу, когда я проснулась. В чем дело? Я всего лишь хотел отполировать ее до блеска. Но что-то пошло не так. Где ты был? Ну, я за полирольгом ходил. За кого ты меня принимаешь? Госпожа, простите меня, пожалуйста. Что-то мне подсказывает, что подаренное мною тело тебе было по душе. Но, госпожа, не надо, пожалуйста. Ладно, ладно, прочь глаз моих. Фух, кажется, пронесло. Что ты сказал? А, слушайте, госпожа. Сотни огней из глубин запретных снов Проложат пути городами брошенными Ты ведь не думаешь, что ЦК оставил Дэниел? Я смело приму удар в борьбе судьбой Бой шанс на один выстрел Время начать с нуля Последний бой Бой шанс на один выстрел И на эрунк В волне одной Бой шанс на один выстрел И смело приму удар в борьбе судьбой